Доброго всем времени суток. Стрельба точнее, когда мы неподвижны. В положении сидя точность повышается еще больше. Такую надпись мы можем лицезреть на экране при загрузке какой-либо карты. Разработчики предлагают нам кучу советов, многие из которых в принципе неплохие. Мы их читаем и начинаем воплощать в жизнь. Перед вами фрагмент матча играет ребята ранга 1-й Сильвер. Это самый начальный уровень Counter-Strike Global Offensive. Обычно здесь играют новички, которые отыграли несколько часов, может быть несколько десятков часов. Большая часть игры сводится к тому, что ребята заняв позицию, присели, двигаются присев, ждут когда появится соперник. Увидели врага, опять приседают, начинают по нему стрелять. Новичок, наверное, рассуждает так. Раз я присел, моя фигурка становится меньше и по мне сложнее попасть. К тому же я еще и стреляю точнее. Вообще, такое поведение в игре, оно вполне логично. Ребята, которые еще, может быть, никогда не играли в таких сетевых баталиях, попали в другой мир с такими, на самом деле, очень жесткими законами, пытаются найти способы и приемы, которые бы давали им положительный результат. Они еще находятся на стадии эксперимента. Ну что ж, давайте сегодня выясним, какие плюсы и минусы нам дает приседание, и когда действительно стоит от него отталкиваться. Пользуем несколько видов оружия, таких как винтовки, то есть автомат Калашникова, пистолет Диггл, пистолет-пулеметы, и постреляем стену со средней дистанции. Сначала начнем с положения стоя, потом, соответственно, с положения сидя. Так, начинаем. Вот что у нас получилось с автомата Калашникова. В принципе, разница не совсем существенная, точнее, почти что я вообще ее не вижу. А это перед вами пистолет-пулемет УМП-45. Какое-то повышение кучности стрельбы есть, но особо уделять ему внимание, в данном случае на средних дистанциях, не стоит. То есть не стоит заморачиваться здесь с приседаниями, ребят. Кого-то может удивить данная картинка. Это кучность стрельбы с пистолета Диггл. Слева с положения стоя, справа и с положения сидя. Как видите, кучность стрельбы, точность этой пушки возрастает аж на порядок. Поэтому мой вам совет. Если хотите заваншотить соперника, то старайтесь сделать это из положения сидя. Ну, конечно, если позволяет ситуация в игре. А это П-250. Кучность на такой средней дистанции возрастает, но не столь существенно. Поэтому тоже можно пройти мимо. Пример из игры наших сильверов. Выбивание бомбы 1-3. Прыгал, стрелял за укрытием. Я не могу понять суть этих действий. Опять присел, взял П-250 в руки, побежал на мост. Стреляется с тремя сразу. Опять присел, стал немобилен. Успел еще перезарядиться. И все. На этом конец раунда. Подведем некоторые итоги. Да, действительно, разработчики нас не обманывают. Точность, кучность стрельбы возрастает, хотя во многих случаях не так сильно, как хотелось бы. Исключение составляет диггл, точность стрельбы, которая возрастает даже на порядок и имеет существенное значение, если вы стреляете сидя. Это плюс. Плюсом также является то, что вы, присев, можете прятаться за укрытиями. Такие как бочки, ящики. То есть вы прячете все большую часть своего тела, и по вам сложнее попасть. Также здесь стреляетесь с соперником, присели, перезарядились. Но существенный минус всех приседаний заключается в том, что когда вы играете присев, вы становитесь абсолютно немобильными. Застрейфить, спрятаться за укрытие становится очень сложно. Вы являетесь в этом случае очень легкой мишенью. Если вы посмотрите за игрой профессионалов, то увидите, что они приседают только в определенных частных случаях. Например, когда начинают стреляться на ближней дистанции. Они приседают для того, чтобы убрать голову с линии фрицелла, как в данном случае. Смотрите внимательно. Давайте посмотрим в замедленном повторе. Посмотрите, вот они пулевые отверстия, как раз он головой Старикса. Еще раз. Каким-то чудом Старикс успевает присесть и убрать свою голову от хэтшотов. Запомните этот прием, он довольно часто применяется, если, конечно, вы успеете среагировать. Посмотрите внимательно, аж пять пуль над головой просвистело у этого игрока. Такая игра с аимом. Опытные игроки стараются не злоупотреблять приседаниями в игре. Большую часть времени они отыгрывают с винтовками. А это оружие и так имеет очень высокую точность первого выстрела. И приседать в игре для того, чтобы стрелять еще точнее, нет на самом деле никакого смысла. Тем более, если вы отыгрываете с АВП или со скаутом. Опытные игроки очень дорожат мобильностью в игре. Четкие выверенные движения, стрейфы. А винтовки и так позволяют стрелять очень точно. Тренируйся, контролируй разброс, и тебе не нужно будет приседать, чтобы куда-то попасть. Итак, приседайте только в определенных случаях. Например, когда хотите убрать свою голову с линии огня или спрятаться за укрытием. А также приседания еще используются в приеме, который называется снэкинг. Что же такое снэкинг? Дело в том, что когда мы играем в положении сидя, начинаем двигаться, на нашу стрельбу не налаживается штраф из-за того, что мы двигаемся. То есть мы стреляем в ту точку, в которую целимся. Вот мы сейчас присели, двигаемся. Посмотрите, какая точно идет стрельба. Никакого штрафа нет. А вот если мы стримим на наша стрельба, тогда, когда мы двигаемся, ну, стоя. То есть такой рандом идет. Абсолютно куда полетит патрон, предсказать невозможно. Вот спрей-паттерн стоя. Многие из вас, наверное, уже запомнили. А это в положении сидя, если мы двигаемся вперед. Как видите, все то же самое. Запомните, в положении сидя, даже если вы двигаетесь, вы все равно стреляете с такой же точностью, как если вы были неподвижны. На этом свойстве основан прием, основана атака, которая называется снэкинг. Гранд-финал в Кёльне. Встречаются Ниппы и Эфнатик. Чисто шведский гранд-финал, последняя карта Инферно. Третья решающая. Эфнатик играет за контр-таристом ввиду счета 5-1. Седьмой раунд. У них дефолт, который заключается в том, что они втроем начинают пушить дегу, закидывать ее. И отыгрывая, таким образом, пространство у террористов. Бронок ждет, когда пройдет огонь и прячется за машиной. Ничего не предрешает беды. Спокойный раунд, сливается Экзист. И тут, здесь выступает Фрейберг. Снэкинг из-под колонн. И потом играет сразу Кримс и Элаф Мейсер. По сути дела, Фрейберг берет раунд. Замедленный повтор со стороны Пронокса. А теперь со стороны Фрейберга. Итак, Снэкинг. Умирает Пронокс. Далее. Стрейф в сторону. Приседание. Умирает Кримс. Прячется. Опять Стрейф. Приседание. Заметьте, 3 пули над головой пролетело. Такая игра с Аимом. Умирает Лавмейсер. Ну и далее, соответственно, Демица Хэлпа. Фрейберг применяет такой целый арсенал приемов. Это, наверное, бы наивысший уровень уже игры. Наивысший уровень движений такого опытного игрока. Снэкинг часто применяют снэпера. Медленное движение из-за угла, которое позволяет еще точно стрелять, используется в снайперских дуэлях. И не только. Ну что ж, на этом наш 28-й урок заканчивается. Goodbye, friends. Ставьте лайки, пишите комменты. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok